Здравствуйте! С вами поисковый отряд и я Александр Майоров. Сегодня мы расскажем вам о своей поездке в Сергиевск на знаменитое Голубое озеро. Более того, у вас будет уникальная возможность увидеть своими глазами голубины легендарного водоема. Озеро карстового происхождения в пермских горных породах. Вся местность, которая здесь расположена, сложена пермскими горными породами, то есть образовавшимися примерно 400 миллионов лет назад в пермский геологический период. Валерий Ерофеев. Автор 15 книг, 50 научных работ и более 4000 публикаций. Сама воронка, конечно, моложе. Она образовалась гораздо позже, потому что карстовые провалы не существуют столько времени. Она давно бы уже завалилась за счет самообрушения стенок. Ну, возможно, его несколько миллионов лет, а скорее всего, значит, один-два, может быть, несколько сотен тысяч лет этому провалу, который впоследствии был заполнен водой. Красота там вот просто неземная, какая-то космическая. Ныряешь и попадаешь совершенно в другой мир. Дмитрий Курунов. Подводный исследователь. Свет причудливо играет на дне, на стенках, на водорослях, на отложениях, на иловых, которые находятся на дне. А прозрачность голубого озера можно сравнить вот только что с прозрачностью воды Красного моря. Видимость идеальная. В солнечный день с берега видно дно озера. Со дна озера, соответственно, хорошо просматривается берег, деревья. Летом солнце высоко в зените стоит. Видно солнце, облака. Это просто рай для подводных фотографов и для подводных операторов. Наш путь только в один конец из Самары до Сергиевска занимает больше двух часов. Мартовские снегопады сделали таки свое дело. И дорогу заметает настолько, что наступает минута, когда наша Нива плотно садится на брюхо. Садится на брюхо. Вырвавшись из снежного плена, машина проходит еще метров сто. Здесь принято решение оставить ее и продолжить путь на своих двоих. Мы находимся в Сергиевском районе, в окрестностях села Старого Якуштина. Тут вообще вся местность пропитана духом истории. По этим холмам когда-то скакали конные орды Тахтамыша, шла пехота Хромого Тимура. Но мы не смогли бы в третьих походах. Не прошли. Чуть подальше последний рубеж, где мы завязли, тем не менее, сумели выбраться. Наша цель добраться до Голубого озера и совершить там в зимних условиях погружение. Сейчас прямо здесь накинем снарягу. И поскольку здесь уже видно вот речка Шунгут, видно лесопосадку, видно старый крепостной вал, до озера останется метров пятьсот. Для нас это не проблема. КОНЕЦ Общепринятая версия по озеру, мы все знакомы с этой версией, что это карстовая воронка, то есть провал карстовых пород, заполненных водой. Но существует другая, более интересная, особенно если посмотреть на снимки сверху с высоты птичьего полета, то группа исследователей утверждает, что это озеро не что иное, как пробитая воронка от метеорита. И утверждает, что именно метеорит, только силы метеорита должно было хватить, чтобы пробить породы на такую глубину, чтобы потревожить пласты какой-то подземной реки. Именно они заполнили всю эту полость водой. А потом постепенно шел процесс заиливания, но поднималось, поднималось. Версия с метеоритом, конечно, интересна, но пока никаких ее подтверждений не имеется. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть, нужно более глубокие изучения, в том числе бурения грунта, потому что в районе Астроблем, так называют метеоритные кратеры, имеются грунты совершенно специфические, которые образуются под действием сильной ударной волны. Субтитры создавал DimaTorzok Сама озера, оно похоже как бы на вдавленный в землю стакан, то есть чуть-чуть у дна идет сужение этой воронки. Примерно на... Родники бьют около северного склона, а на южном склоне видно небольшое углубление у самого дна. Там образован настоящий грот. Туда можно подплыть, аккуратненько заглянуть, напоминает прям небольшую пещерку. Вот натуральный грот подводный. Честно говоря, если похожие съемки привозят, например, с Красного моря, то они не настолько радуют. Но такая красота находится буквально у нас под боком, в паре часов езды от Самары. Не знаю, как вам, на нас это производит очень сильное впечатление. Преломляясь в прозрачной воде, луч и солнце окрашивают поверхность в насыщенный голубой цвет. И озеро просматривается практически до самого дна. Вода не цветет там, потому что совершенно не размножаются никакие водные бактерии. Бактерии не размножаются. Вода очень насыщена сероводородной. Со дна, если опуститься к самому дну, там видно, как иллистый покров дна, он прямо колышется. И выходит несколько струек, как подземные гейзеры, подводные гейзеры. Это бьют мощнейшие сероводородные дники. И на берегу озера характерный запах присутствует. Запах гнилых яиц. Это признаки сероводорода. В сероводородной воде не живет никакая живность. Единственный вид водорослей, который там выживает, это хоровые водоросли. Их вообще насчитывается около 400 видов. Они очень древние. Определенное семейство подводных растений. И вот только один или два вида выживают в таких культурах, выживают в серной воде, в сероводородной. Они образуют очень причудливые такие водорослевые соединения, натеки, как сталактиты в пещерах. Сочетание вот как раз и дают ощущение такого внеземного, какого-то прям мацианского или инопланетного пейзажа. Описывали красоту водоема еще в XIX веке. В 1851 году в журнале «Вестник географического сообщества» появляется статья оренбургского краеведа Лосиевского с подробным описанием этого места. Тогда озеро имеет диаметр 16, глубину около 40 метров, а поток воды из него мог бы приводить в движение три мельничных поставок. С этим местом связаны немало легенд. В период монголо-татарского владычества эти места, конечно же, неоднократно посещались, в том числе и самими этими племенами монголо-татарскими, их предводителями. Имеется легенда, наверное, она, в общем-то, широко известна о том, что один из татарских ханов, предполагают, есть легенда даже, что это сам Тамерлан, он приказал определить глубину озера, для чего связали много вожжей, конских вожжей вместе, но по легенде дна так и не достигли. Из источников прошлого века мерили веревкой глубину озера, она была около 40 метров. Это было любимое место развлечения местного купечества. Приезжали туда с сервисных минеральных вод на пикник, развлекались, и, как описывают современники, бросали туда монеты, серебряные кубки, подносы, чтобы посмотреть, как, погружаясь, такой плоский предмет играет на солнце. Этот обычай, кстати, сохранился до сих пор. В основном все приезжающие на озеро люди бросают монетку, во-первых, чтобы вернуться в такое красивое место, а во-вторых, посмотреть именно вот игрой света на погружающиеся монетки. А вот что сказал писатель Аксаков в июне 1848 года в своих письмах серных вод к родителям. Что за красота! Оно голубо от преломления лучей в этой светлой серной воде. Озеро или озерко глубоко, говорят, до 20 сожений и идет вниз воронкой. Что за роскошь! Музыка. Музыка. Несколько лет назад группа тольятинских дайверов решили попробовать откачать ил со дна озера. Изменение глубины связано именно с увеличением иллистого слоя. При погружении, если ткнуть туда веточкой или палочкой, любой длины она уходит прямо туда до конца, в самое дно. То есть можно было попробовать откачать грунтасосами, что они и сделали. Приехали, установили компрессор, установили гидромонитор и начали откачку ила. Через несколько часов работы они поняли, что с потоком воды они не справляются. Очень толстые отложения ила, очень большие заполнения, то есть нужны более мощные установки, чтобы откачать ил. А в процессе откачки вместе с илом в забор машины попало большое количество монет, в основном современных. Попались и несколько советских монет, 78-го, 73-го, по-моему, и 75-го года, и несколько украшений. Украшения оказались в бижутерии. КОНЕЦ Ну вот, на сегодня все. КОНЕЦ Кроме историков, краеведов и любителей подводного плавания, Голубое озеро продолжает манить искателей приключений, ведь люди хотят верить в несметные богатства, скрытые от посторонних глаз на дне этого уникального водоема. С вами был поисковый отряд и я, Александр Майоров. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok